Интуиция Потому что он подлец Что не надо было выходить за него Известен факт, что Любой подлец Себя под лицом не чувствует Правда? И у каждого человека есть своя система оправданий Тогда какое чувство Мы имеем в виду Космос это где? Вот это космическое чувство Вы слышите, что вы говорите? Может вас все госпитализируют? Я понимаю, что вы говорите эти слова Правда, следом за мной Однако Это то самое, о чем я Тут пару раз повторял И по радио, и в реальности Это та самая мысль Сознание Это Бог Потому что Что вы имеете в виду под космосом В душе? Это чего? Черная пустота вне звезды? Или что? В первую очередь этот космос Имеет одну характеристику Совесть и закон Объединяют словом разум Совесть говорит Совесть говорит Что мы чаще Моя Она чаще говорит Что мы поступили не так Потому что когда она говорит Что мы поступили так Но это совесть уже почему-то не вызывает Почему-то И вот Вся проблема С совестью Мне кажется очень проста Дело в том, что Мы всегда знаем Что мы поступили не так Это означает Что в нас все время существует Некоторое начало Которое знает Что такое Так Интуитивно Почувствует Пойдет Голосовать за Путина Пойдет Совершенно не прислушиваясь К своей повести Совести Правда? Или интуиции К чему-то совершенно другому Я в данном случае Не политическую речь держу Я просто говорю О таком массовом отношении народа Это же наша проблема Да Мы на кухнях У нас у всех совесть А там На собрании В мужниках У нас Нужды дела Молодой человек Который был Он Преподаватель английского языка Я научу его пользоваться Творчеством Как Интуицией Он станет нищим музыкантом Я разве могу гарантировать Ему успех Этого Вот эта самая интуиция Это не гарантирует Гогену Который был В нашем понимании И сегодня Успешным банкиром Правда? У него возникли Интуитивные ощущения Потом Ведения Возникла страсть Бросил Приуспевающий банк Ушел из семьи Уехал В конечном итоге В Полинезию Там нарисовал Голых черных конституток Последнюю картину Которую он нарисовал Как говорят Фантастическую Всю жизнь В Полинезии В своем домике На стенах Рисовал Такую фреску Перед смертью Спалин Ему давно Понаставлены Диагнозы Всеми психиатрами Всех стран мира Потому что Это классический пример Психопатологии Потому что Вся психиатрия Мировая Не умеет Не умеет Иначе Понимать норму Чем норму Адаптации Если вы такие умные То что ж вы такие бедные Как бы Норма Это То что человек Удерживается В обществе Гениальность С точки зрения Творческой гениальности Это компромисс Это люди Которые Могли достичь Некоторого компромисса Я говорил В передачах По-другому Это немножко Я говорил Что они смогли Найти язык На котором Свою гениальность Они передали Людям И реагируешь Ударом До того Как тебя ударят Сопедом То же самое Вообще Это конечно Не каратен Это основное Воспитание самураев Как они называли Эту зону В которой Существует Интуиция Они называли Это даму Я еще Говорил Замечательное Слово Неподвижное Праджин На одном из занятий У индизма Есть такое Мы это называем Обычно Потоком Психотерапии Называем Процессом А вот Такой Арнольд Миндл Очень близкий Мне Человек Транспорциональную психологию Называет Это же самое Сновидение Он Использует Австралийских Агрегинов Которые говорили Что надо оказаться В мире сновидения Для того Чтобы почувствовать Смысл событий Лично для себя Ты как бы Выходишь из этого мира И оказываешься В мире сновидения Или В потоке Внутри Дао Находясь внутри Дао Ты можешь Так и не ответить На вопрос Чем мы можем Делать Находясь внутри Дао Ну Если мы предвидим События То это значит Что вот этим людям Приговорено Разбиться на самолете А вот тем кто остался Не суждено Так это или не так Ммм Судьба есть Есть Деньги Кто считает Что есть судьба Предопределенность Человеческая Кто считает Что судьбы Нет Почти показательно Всегда Примерно две половины Чуть больше Считает Что судьба есть Чуть меньше Что судьбы нет Ну правда Так всегда Любой выбор Так будет Мы говорим Для того чтобы Почувствовать Интуицию И надо научиться доверять Правда А готовы ли К этому Поскольку это Отчасти всегда Напоминает Какое-то такое безумие А пытаюсь я объяснить Следую вещь Вот разбились люди На самолете Ну простите Жестокий пример А как вы думаете Вот двое на самолет Опоздали А как вы думаете У остальных Тех кто оказался На самолете Не было сигналов Интуиции Вы можете Быть Тогда Какая Предопределенность Они Послушали Мне Доверяясь Возможность Может быть Не мяч Смотрите А Знаете Вот Этот эксперимент Можете Кто не читал конечно Есть Замечательный Роман Очень Любимого Вообще Тортенова Альдера Который называется Мост Королета Святого Есть и фильм по этому роману Но Как всегда В общем Лучше романа Ничего нету Там эксперимент Такой проводится И там Сейчас уже не помню Девять человек По моему Переходят Мост через пропасть В Мексике Висячий На лианах Который висит Уже там Несколько тысяч лет Вот в этот момент Мост рвется И они разбиваются Священник Иезуит Предпринимает Исследования Что их привело На них Что в общем По мнению Вальдера Тоже Сигналы Получают все У всех Что-то Происходит У кого-то Жена болеет У кого-то Мама У кого-то Не доверяя индуиции Ну Такого рода Толчки Или предупреждения Ну Как бы Игнорируем И не связываемся С ним Что это вот Чувство Оно Особенно интересно Тем Что оно имеет Некий Очень индивидуальный смысл Ну не все же люди Всей земли Получают предупреждение О том Что этот самолет разобьется Это не Универсальные поля А это что-то Имеющие отношение Лично ко мне Значит Я хочу сказать Что Когда мы говорим Об индуиции Мы говорим О какой-то нашей Индивидуальной Воронке Во всеобщем поле Или о каком-то Водовороте Индивидуальном Вот Потоке Или О какой-то нашей Личной задаче По отношению Богу Если мы называем Это Богом Почему Зеркало Так Повыше понимать Смотрите Почему Зеркало Такой Символ Значимый Для человечества А для сказок Вашинства Магии Что там Что есть В зеркале Что там есть Долго 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 Смотреться Ваши Например Лица Крест Столы Что еще есть В зеркале Наверное Когда у нас нет То и отражения А это есть Все равно Что нужно Для того Чтобы возникла Отражение Свет Свет В зеркале Всегда есть свет Ну попробуй Просто Мне интересно Попробуй Посмотреть На себя Ну С точки зрения Света Ну Если получил То туда можно куда-то уйти Ну Я здесь Уходи Да Можно уйти Для того Чтобы человек почувствовал Интуицию Ну как Исходить даже Из наших разговоров Правда Мы должны исходить Из того Чтобы видеть себя С точки зрения совести Себя С точки зрения Творчества Что человек делает Когда он приходит В музей А когда он приходит В музей Не потому что Так надо Учительница В школе велела А правда Любоваться картиной Когда он Как Наташа Сейчас сказала Очень точно Если так попытаться То может провалиться Дело в том Что когда мы смотрим На Рембрандта Для меня Это мое описание Субъективное Художественное Мы на самом деле Смотрим на себя Глазами Рембрандта Точка Перемещается Мы Отстраняемся От себя И оказываемся В мире Хотите интуицию Хотите Творчество Если этого Отстранения Не происходит Это называется Экскурсия По картинной Я люблю Горовица Это означает Горовиц Мне соответствует Он Меня понимает Не всех Кто-то больше любит Рихтера Нельзя смотреть на себя Только глазами Достоевского Это быстро приводит к самоубийству Что в зеркале есть всегда Отражение Что нужно для того Чтобы возникло отражение Свет А? Свет Свет В зеркале всегда есть свет Эксперимент Ну правда Непростой Поэтому вы нас не судите Слишком строго Хорошо? Речь идет о том Что Валя попробует Сыграть Витю Это вообще Такой Ну В действительности Все то что называется Музыкальному лечению В традиционной культуре Сходится к Двум вещам Которые Принцип Которых Первый принцип Целитель Настраивается На пациента Все условия И пытается сыграть его Часто еще Мы когда-то Несколько лет назад Кто ходил На презентацию Книг Мы еще учились Пропевать Человека Да? Поскольку я хочу показать Какие-то вещи Которые очень здорово Могут помочь Дома Просто С любимой музыкой Хотя И этот эксперимент Мы готовы Несколько раз повторить Те кто хочет Это попробуем Послушать Два вопроса у меня К залу Вопрос первый Похожа мелодия на вид Вопрос второй Вам От этой музыки Как чувствуете Эту мелодию Хорошо или плохо Ладно? Это только первая половина Хорошо? Пробуем На самом деле Есть еще Музыканты Есть еще Тональность Можно понять Вот вита Она Принвежит Тональность Соль Мажор Тональность Тональность Которая Есть Одна повышенная ступень Которая звучит Очень Тикотенье Чувствуется Да? Она Такая Мистическая Это сочетание Солнца И Такой Мистической Паутили Которая наползает Вот вита Это еще Чувствуется Я думаю Что все меня легко поймут Если я скажу Что наполненность звуком И наполненность Смыслом Вещи Очень близки А вы знаете Что Я принадлежу Чисту людей Которые убеждены Что мы теряем здоровье И теряем Жизнь Когда теряем смысл Когда теряем Наполненность Каким-то Смыслом Вот этой самой Внутренней задачи Благодарим Варюшу Аплодисменты Первый инструмент был такой И вот был Солокольчик И вот И вот Ни Ни У